Добрый день, дорогие друзья! Мы ведем сегодня передачу из города Майами и Янина Балашова, специалист по науке ВАСТУ, которая является наукой гармонизации пространства. Ну, Янина, здравствуйте! Добрый день! Да, что такое все-таки ВАСТУ с точки зрения определения как наука гармонизации пространства? Что это означает, иными словами? Ну, вот вы прямо-таки сказали, ВАСТУ — это наука о гармонизации пространства для того, чтобы людям жилось комфортно в их домах, в жилищах, офисах и так далее, или даже на участке на собственном. То есть это перераспределение энергии таковым образом, чтобы блокировать негативную энергию и как раз-таки усиливать благоприятные энергии, которые поступают на данный участок или в дом. Гармонизация пространства — это и есть, да, все вокруг нас и мы — это энергия, и речь идет о том, чтобы не было какого-то там переизбытка или недостатка, будем так говорить. Янина, ну, бытует мнение о том, что наука ВАСТУ — это и есть китайский фэн-шуй, это так? Нет, это не так, потому что они сильно очень отличаются, отличия у них есть, много отличий. У них только есть одно совместное — это то, что еда и другая наука направлены на то, чтобы гармонизировать энергии внутри помещения. Но основы у них абсолютно разные. Хорошо. Если мы будем говорить о том, что гармонизация пространства — это, скажем, жилище, персональное жилище. Первый вариант — мы строим себе это жилище, и мы строим по всем правилам той самой науки. Ну, а другой вариант — мы уже въехали в то жилище, которое было построено, будь то дом или будь то квартира. Есть ли разница? Есть разница. А разница есть большая. Если человек еще не купил дом, но уже подбирает себе участок и знает, что такое наука ВАСТУ, он находит такого специалиста, приглашает его на участок, и уже специалист ВАСТУ сразу определяет. Сразу, не сразу, по компасу. Определяет все стороны света, определяет, что вокруг дома, каков участок, кто соседит. Это все имеет значение, да? Какие водоемы текут, в каком направлении они стекут. И когда все это определяется, и он рекомендует и говорит, что да, вы этот участок можете взять, потому что он вам принесет счастье, процветание в бизнесе, здоровье, благополучие. Или наоборот, человек, специалист ВАСТУ посмотрел участок, говорит, ни в коем случае его брать нельзя. Или есть золотая середина, когда специалист ВАСТУ посмотрел участок говорит, да, здесь есть столько же плюсов, сколько и минусов. Но это дает возможность гармонизации за счет того, что там деревья посадить в неблагоприятном секторе, допустим, для того, чтобы заблокировать. А который сектор благоприятный, наоборот, его почистить. Вот таким вот образом. Что такое неблагоприятный сектор? Неблагоприятный сектор – это сектор, откуда идут агрессивные энергии сторон света, а благоприятный, когда идут очень благоприятные энергии, или там вот восточный сектор, сектор Солнца. Например, неблагоприятный сектор, откуда идут агрессивные энергии. Это какой сектор? Это считается южный, юго-западный сектор. Имеется в виду… Еще сектор запада может быть, но он во многом еще очень хорош. Имеется в виду, мы пришли на участок, мы выбираем участок земли. Там нет ничего. Есть. Смотрите, мы смотрим… Во-первых, мы сразу обращаем внимание на то, куда, с какой стороны вы входите на этот участок. Если у вас попадает вход на участок на востоке-северо или северо-востоке, это вы уже можете брать этот участок абсолютно смело. Абсолютно смело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова